Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт фокуса от моряка. В этом видео я хочу показать вам очередной очень простой фокус. Этот фокус классный, хорошо удивляет зрителя, но в нем есть всего лишь один маленький секрет, который нужно, чтобы его исполнить. Поэтому повторить фокус этот сможет абсолютно любой человек. Для того, чтобы показать вам этот фокус, я воспользуюсь колодой Фениксы. Кому интересна эта колода, то ссылку на обзоры и на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к видео. Друзья мои, слышали ли вы такой термин, как фотографическая память? Ну, это когда, допустим, один раз посмотрел, отвернулся, а потом сможешь назвать все, что там было. Сможете так? Давайте попробуем с вами сыграть в одну игру. Я возьму одну карту, к примеру, вот эту. Вы сейчас просмотрите всю мою колоду. Здесь единственное, что не хватает двух Джокеров. Остальные карты, я думаю, вам уже известны. Вы просмотрите всю колоду и скажете, какой карты не хватает. Ну что ж, давайте посмотрим. Посмотрим, как у вас получится. Так, ну что? Как результаты, друзья мои? Есть кто-нибудь, кто справился? Ну что ж, давайте посмотрим, какая здесь карта. Семерка Бубе, любимая карта Эдварда Марло. Нифига себе, вот это я выбрал. Ладно, друзья, я думаю, что справились немногие. Теперь попробую я. Вы выбираете одну карту. К примеру, стоп, вы сказали, вот здесь. Эта карта будет вашей. Сейчас я посмотрю всю колоду. И попробую определить, какой карты не хватает. Так, что ж, посмотрим. Черт возьми, неплохой выбор. Неплохой выбор вы сделали. Вы выбрали пикового короля. Это мощная карта. Ну что ж, давайте еще разочек. Пару раз подснимем даже. Пару только. И, к примеру, вы возьмете еще одну карту. К примеру, вот эту. Сейчас я также посмотрю всю колоду и скажу, какой карты не хватает. Так. А, вон вы все-таки опять остаетесь верным пиковым мастям. На этот раз у нас здесь тройка пик. Черт возьми, я снова прав. Ну что ж, давайте немножечко усложним мне эксперимент. И возьмем две карты. Вы выберете две карты. К примеру, вы меня остановили здесь. Выбрали вот эти две карты. Да, это карты ваши. Теперь я снова просмотрю всю колоду и попробую определить, что это за карты. Итак. Угу. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так. Угу. Теперь вы изменили пиковым мастям, но остались верные черным мастям. На этот раз у нас здесь 8 крестей и 10 крестей. Видите, я снова угадал, какая у меня фотографическая память. Просто огромная хвальба ей. Ну что ж, друзья. Давайте теперь я научу вас этому прикольному трюку, который вы можете хорошо обыгрывать, используя такой, такой феномен человеческий, да, как память. Фотографическая память, точнее. Прежде чем мы перейдем к обучению, хочу сказать, что, конечно же, комментируйте видео, лайкайте видео, делитесь им. Тем самым вы станете автоматически участником нашего конкурса и сможете выиграть одну из прикольных колод карт. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что вас ожидают еще много очень классных и прикольных трюков. Ну что ж, теперь мы переходим к обучению этому фокусу. Ну что ж, друзья, добро пожаловать в обучение этому трюку. Для начала хочу сказать, что фокус этот просто элементарный. Нужно лишь сделать кое-какую небольшую подготовочку. Итак, первым делом уберите из колоды двух джокеров. То есть джокеры в колоде вам не нужны. Убрали. В колоде у вас осталось 52 карты. Теперь их необходимо разложить следующим образом. К примеру, смотрите, вы берете постоянно карты-дубликаты. Например, две одинаковые красные карты, да, две одинаковые черные карты. Там две одинаковые картинки, там и так далее. Но они также должны совпадать по цветам. Например, вот два черных короля взяли, да. К примеру, две красные пятерки взяли. Допустим, две красные восьмерки, да. Взяли. И вот так вот раскладываем их в разные стопочки. Два черных туза. Допустим, два красных туза. Допустим, там две девятки вот красные давайте возьмем. Допустим, давайте возьмем... Что у нас тут еще есть? Сразу бросайте в глаза. Вот, например, два короля красных. И таким вот образом вы раскладываете все карты. Ну и завершают настройки. То есть, не важно в какой последовательности вы будете кидать эти карты. Это не важно совершенно. Важно лишь разложить на две стопки по дублером, да. То есть, поняли, да, принцип. Далее, одну стопочку мы помещаем на другую. И главное теперь не перетасовывать их. Подснимать вот так вот можно. Перетасовывать нельзя. Вы можете сделать фальшивые тасовки, конечно, ради бога. Но главное, чтобы настоящих тасовок не было. Окей. Теперь что мы делаем? Рассказываем зрителю про фотографическую память, да. К примеру, он выбирает одну карту. Абсолютно любую, с любого места. К примеру, он там вот эту карту берет, да. Так вот, на том самом месте, где он выбирает карту, да, мы отделяем стопки наши. И вот эту нижнюю, которая была нижней, мы помещаем наверх. На верхнюю. Теперь что я делаю? Я смотрю нижнюю карту, да, вот эту. Вижу, что это красная пятерка. Не обязательно запоминать ее масть. Просто знайте, красная пятерка. И подсматриваю верхнюю карту. Это черный туз у меня, да. То есть, между красной пятеркой и черным тузом будет дубликат карты, которая лежит вот здесь. Итак, я начинаю просматривать. Меня интересует красная пятерка и черный туз. Просматриваем, просматриваем. Просматриваем черный туз, красная пятерка. Видите? Между ними что? Между ними восьмерка черви. Соответственно, здесь лежит восьмерка буби. Но мы делаем вид, что якобы просматриваем всю колоду и говорим, что здесь восьмерка буби. Восьмерка буби. Далее мы переворачиваем карты. Кладем восьмерку вниз. Переворачиваем снова. можем сделать парочку подснятий и снова зрителю говорим что выбери одну карту пример он снова там где-нибудь останавливает и начинает вытаскивать вот это да он вытаскивает это остается у него эту нижнюю часть мы также кладем на верхнюю переворачиваем я вижу что меня интересует черная дама и черная шестерка начинаю пролистывать ищу черную даму черную шестерку так пролистым пролистым черную шестерку я вижу черную даму я вижу между ними десятка буби соответственно там лежит десятка черви то есть пролистал посмотрел окей что у нас здесь десятка черви также убрали это все вниз под сняли пару раз теперь говорите давайте так можно повторять сколько угодно раз теперь допустим возьмите с двумя картами да то есть пролистайте 8 пример он берет две карты также нижнюю часть кладем на верхнюю часть переворачиваю я смотрю что внизу у меня черная восьмерка наверху у меня черная десятка значит меня интересуют те карты которые будут лежать между черной восьмеркой и черной девяткой поехали и черной десяткой простить проехали так пролистую 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 черная десятка я нашел и черная восьмерка я нашел между ними что между ними дама черви и двойка крести значит соответственно здесь лежит двойка пик и дома губи все мы это пролистым до конца окей все я понял переворачиваем дама губи и двойка пик вот такой вот фокус друзья мои то есть вообще прикольная штука никто никогда в жизни не догадается в чем секрет пока вы этот секрет ему не расскажете так вот можно хорошо удивлять людей это уже проверено на собственной шкуре ну что ж друзья на этом как бы все советую вам вступить в нашу группу вконтакте там как бы у нас выходят все новости там вы можете задать какие-то вопросы которые вам непонятны вам там всегда помогут подскажут и там выходят всякие обновления также можете там делиться чем-то своим своими наработками конечно же на рассылку 10 редких фокусов подпишитесь если вы еще не подписаны там я собрал 10 редких но прикольных фокусов которых нет в открытом доступе это все абсолютно бесплатно ну что же на связи с вами был куликов сергей он же моряк и до встречи в следующих видео пока